Так лосенок зовет маму, но она не придет. Сиротой малыша сделали люди, когда по незнанию, посчитав, что новорожденный и, кстати, изначально абсолютно здоровый лось нуждается в срочной помощи, забрали его домой и напоили коровьим молоком. Специалисты поясняют, это именно тот случай, когда доброта, разумеется, в кавычках, хуже браконьерства. Надо было просто оставить его спокойно. Мамашка бы его забрала и все было бы хорошо. А так как уже животное пообщалось с людьми, мать может просто оставить, и он погибнет. Теперь, возможно, не погибнет. Егеря успели передать животное в реабилитационный центр в Раппалово, где уже есть пара таких же сирот. Всем троим пока даже имен не дают. Нет уверенности в благополучном исходе. Лосят кормят козьим молоком с интервалом в 4 часа. В день получается по 5 литров на каждого. Причем важно не только, что ест малыш, но даже из какой посуды. Пока они маленькие, у них есть такой желобок. То есть молоко попадает не сразу в желудок, а проходит по этому желобку и правильно переваривается. Если они просто из мисочки начнут хлебать, они большими порциями попадет в желудок и будет там загнивать. В программу воспитания юного Сахатова входят также ежедневные прогулки и массаж. Это к вопросу о том, легко ли волонтеру заменить капризному лосенку мать. Девочка, которая чуть-чуть постарше и побольше, она была более активная, она больше к людям лезет. А мальчик, он плакал. То есть он чуть-чуть сразу начинает плакать. Кстати, малыш, что уже успокоился и с интересом обнюхивает новенькую, появился в Велесе день в день, но с разницей ровно в год. Вместе с героем наших репортажей Троттером, которого добрые люди также спасли. По незнанию, а потом несколько недель подряд его спасали по-настоящему врачи Велеса. Ныне 350-килограммовый зверь готовится пополнить ряды велесовских выпускников. Соседи по вайеру Копытных намекают, что пора подвинуться и освободить площади для новичков, которых в этом году, как ожидается, будет много. Поголовье лосе в Ленинградской области растет. По результатам последней переписи 15 тысяч. А значит, их встречи с добрыми, но, увы, не соблюдающими законы природы людьми, неизбежны. Юлия Васильева, Александр Поповцев и Олег Скоков. Вести Петербург. Из Ленинградской области. К сожалению, как сообщили нам только, что сотрудники реабилитационного центра Велес спасти лосенка не удалось. Из-за сильнейшей интоксикации, вызванной неправильным кормлением, детеныш погиб. И еще раз, сотрудники лесного хозяйства просят не прикасаться к детенышам диких животных, не пытаться их кормить. Это может закончиться вот так печально.